всем привет и хотела такую новость рассказать но не то что новость а вообще факт странно немного из моей жизни у меня поставили ну не поставили диагноз как точно нашли точные аллергены скорее или аллергены которые влияют на моё здоровье это еще было прошлой весной контроль такой серьезный прям проходила и легкие проверяла дыхательные пути сейчас опять вот как-то когда смена климата вроде лето было жара нормально сейчас вот как началась это вот считайте второе число а это наша кошка хотела прогнать уже а кстати вот я про кошку хотела рассказать так вот как только перемена климата вот даже минимальные опять у меня началась задыхаловка но эта фигня все сейчас опять же вот это всем известная болячка убить что такое а че там начну хотя бы не тупо пупо 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 рано что она вообще была возле дома ходила потому что она строго там не знаю 10 метров влево вправо она никуда далеко не уходит не в лес не убегать никуда так вот господи началась у меня это задыхаловка а вчера я была у знакомой попросила меня там кое-что срочно приехать с ней увидеться и я знала что у меня в общем-то в списке кроме разных трав и природных влияют еще на собак и на кошек вроде аллергия но там больше на собак вроде стояла я никогда за собой не замечала что она как-то влияет прям реально влияет на меня и тут я прихожу уже не в первый раз к ней но в первый раз когда весь дом был закрыт значит буря даже не весь там терраса открыта но в принципе двери закрыты и три кошки внутри и только я перешагнула порог ее квартиры я ощущаю как мне становится плохо и все симптомы всем известной болячки а самое интересное что реально болячкой все у нас все соседи переболели эти дни невероятно это женщина и есть знакомый сейчас больницы и наши друзья вот буквально только вышли из карантина дочка маленькая подруга моей дочери и моя там это взрослая подруга славянка они прям неожиданно разболелись мы не виделись 10 дней позвали на пирожные вечером они уже все с температурой слегли следующий день мы естественно не могли увидеться и сколько люди не болели рядом и в контакте мы были мы не заболевали и туристов куча прошла через дом и мы работали с людьми я счастливая думаю ну классный иммунитет ништяк справляется мы не заболеваем как вот супер значит и как все вокруг болеют а мы ништяк ну как бы тут вот чтобы не сглазить да и тут я перешагиваю порог этой подруги и мне так становится хреново я ощущаю боль в горле вот у меня прям комок стягивает я ощущаю как у меня накатывает волна опять задыхаловка начинается это моя классическая я ощущаю что как это нос сопли из носа потоком и мне как-то неудобно ну думаю блин сейчас пришла абсолютно нормально здорово сейчас я буду перед женщиной тут сморкаться плеваться но что поделаешь ну как бы мы там сидим я говорю он наверное меня продуло ну что еще могу сказать человеку она не боится типа того что болячек потому что она сама переболела там буквально пол месяца назад и я уже в панике думаю господи наверное меня тоже ну словила это бякая зараза и все трындец значит повылаю не там пару часов возвращаюсь домой и у меня все проходит все абсолютно никаких симптомов ничего мне с носом не происходит и я понимаю что это была аллергия на кошек значит вот наша кошка я могу с ней поиграться вот как сейчас я ее вам поглажу я ее вычесываю никаких проблем на свежем воздухе она нас в доме не живет она вокруг дома никуда не убегать мы всегда с ней но нет вот этой концентрации кожи волос ее и там других каких-то сот и кошка излучает да так сказать запахи а тут у этой женщины получилось закрытом помещении три кошки вместе они достаточно такая одна вообще волосатая шикарная и еще и как вот мы как-то тесно так прям в кухне общались именно там где стояло питание от этих кошек и они все натолкались они там едят прыгает и это просто невероятно я никогда единственная вот глаза у меня не глаза не чесались ничего такого вот насколько я знаю что у людей прям глаза краснеет этой аллергии я просто не ожидала что может быть такая сильная реакция но вот сейчас вот то что я задыхаюсь мне кажется это уже не связано с кошкой это вот не знаю мне кажется надо опять начать пить магнезии чаще думаю купить магнезии спорт и наверное чьи успокоительные потому что вот эта вот фигня если она начинается то у меня до двух недель начинает держать я не могу нормально разговаривать потому что я говорю люди на меня странно смотрят я поставим позевываю не потому что мне спать хочется мне скучно с человеком а потому что я дышать не могу нормально и вообще как-то если сядешь даже неудобно ощущение то что ты сдавил легкие и живот желудок и как будто у тебя вообще воздух не проходит очень неприятное ощущение да кстати растения пересыхают они же выпускают тоже свои какие-то там семена а я недавно чистила сад огород перед домом но так немного уже начала вычищать и возможно я и надышалась и этой всякой бякой травяной и от этого мне сейчас фигня и поперла ну главное главное что не корона потому что мне вот в понедельник надо нитки после операции на челюсти нитки выдергивать снимать и естественно если бы не было совсем плохо я сопливая никакая то я бы не смогла туда пойти ну и плюс школа у нас начинается в понедельник надо заехать за учебниками там послушать что да как какое расписание там в этом плане все хорошо по-моему тот же самый перевозчик у нас остается в школу что очень хорошо потому что людей мы знаем все уже как бы по старой программе не надо ни к чему новому привыкать и приспосабливаться и это радует это радует хотя бы хоть какого какой-то порядок в этом году будет